Добрый вечер, уважаемые зрители! Мы продолжаем работать с конфигурацией 1S ERP. Сегодня мы потихонечку приступаем к теме производства. Мы рассмотрим более сложные вопросы производства, поговорим об задачах его автоматизации и о противоречиях, которые в процессе возникают. Итак, какой у нас пример? У нас с вами достаточно несложный пример производства мебели. Это классический пример, который обычно рассматривают при обучении. Заместо него вы можете представить себе что-то другое. Важно то, что у нас типовая мебель, мы будем делать столы. Простенькие столы, которые состоят из столешницы и четырех ножек. И, соответственно, не знаю, будут ли у нас болты или нет, пока это не важно. Что для нас все-таки важно понять? Для нас важно следующее. У нас есть два цеха. Первый и второй. Первый цех делает ножки и столешницы. Второй цех собирает. Собирает. Красит. Упаковку мы не будем отдельно как-то делать, но будем считать, что покрасил и готово. К вам обращается компания, у которой есть производство ножек, есть производство столешниц. Она собирает их и там, в общем-то, красит, лакирует, обрабатывает. Вы можете себе представить 30 разных операций в процессе, но на самом деле на результат это никак не повлияет. Вам важно понять вот это. Итак, чем у нас являются ножки? Ножки являются полуфабрикатом. Чем у нас является столешница? Конечно же, тоже полуфабрикатом. Таким образом, можем ли мы произвести большое количество ножек и большое количество столешниц, прежде чем их начать собирать? Можем. А можем производить в процессе. Мы рассмотрим и тот, и другой вариант. Мы рассмотрим вариант, когда мы сначала производим полуфабрикаты, а затем собираем. И рассмотрим вариант, когда мы, по сути, получив заказ на производство, уже сразу в процессе производим полуфабрикаты. С чего нам нужно начать? Прежде всего, нам нужно создать нормативно-справочную информацию, которая позволит нам автоматизировать данное производство. Я, пожалуй, создам также новую организацию, чтобы иметь возможность более удобно закрывать месяц. Несколько организаций. Что у нас изменилось? У нас появилась возможность создать еще одну организацию. Мы просто скопируем эту организацию. Единственное, что мы сделаем нового, мы назовем ее мебель производства, чтобы в дальнейшем не заботиться. Еще раз, недавно столкнувшись с этой же ошибкой, я пока не буду заполнять организацию, ставить ее на налоговый учет. Мы с вами получим эту ошибку. Так, что у нас было в основной? Да, пускай будет среднее за месяц, не будем делать FIFO, это более сложный вариант. А как я писал, сложные варианты на консультацию. Уже, вернее, вот это сложный вариант. Самые сложные варианты на консультацию. Либо когда-нибудь потом. Но не сейчас. Завели NC администрирование. Номенклатура. Чтобы не создавать путаницу, не стесняйтесь. Тут у нас вот торговая была номенклатура. Создайте папочку, назовите ее. Мебельное дело. Здесь у нас будет первая номенклатура. Какая? Ножки. Ножки стола. Пока не усложняем себе жизнь. Ножки стола. Вторая номенклатура у нас будет называться столешница. Вопрос. Стол. Можно копировать, можно не копировать. Стол письменный. Этого достаточно. Тот, кто сейчас подумал, что да, сильно ошибается. Вы ножки из столешницы из воздуха делаете? Я думаю, что нет. Если бы вы их закупали из какой-то другой компании, не вопрос. Раз это полуфабрикат, он тоже с чего-то производится. Брус. Значит, что у нас? Брус. Причем брус, пускай будет березовый. И брус дубовый. Ну, предположим, что березовый брус, пускай идет на ножки стола. Сюда. Нет, нам это не надо. Текстовое описание. Чтобы мы не потеряли и не забыли эту информацию. Из березы. Ножки стола, а столешница у нас будет из дуба. Плюс мы создадим нуменклатуру такую, несколько обобщающую, конечно. Расходники. Ну, клей, краска. Для нашей задачи пойдет. Расходники. Итак, я создам склад. Чтобы опять же не глупутанить, я назову его склад производства. С вашего разрешения склад производства у нас будет неордерный. Потому что в случае с ордерами просто появится несколько дополнительных документов. Как они работают, я уже показывал. Ну, давайте-ка. Склад производства. Производство. И мебели. Да. Давайте с вами сходим в начальное заполнение. Документы ввода начальных остатков. Собственные товары. Производство мебели. Ну, нам нужен брус березовый и брус, соответственно, дубовый. Березового бруса 10, дубового бруса 10 штук. Цена. Пускай будет здесь березового. Так. И... Наверное, по 10 штук. Мало. Приняли. Все ли мы завели? Можно приступать. Можно закончить сегодняшнее видео. Так, стоп. Вот. Еще раз посмотрю. Можно ли закончить сегодняшнее видео? Нет. У нас нет ресурсной спецификации. Ресурсная спецификация у нас отражает производство чего? Стол. Письменный. Одну штучку. Одно изделие. Так. Материалы. Ножки стало. Четыре штуки. Надеюсь, никого это не смущает. Столешницы. Одна штука. Статья о калькуляции. Материалы. Нечего выдумывать. Чего не нужно выдумывать. Так. Производственный процесс. Сборка. Пока виды рабочих центров не нужны. Сборка у нас появилась. Но это не все. Мы ставим многоэтапный. И добавляем еще один. Украска. Видите, здесь мы ничего не представляем. Делаем вид, что мы это не видим. Стоп. Мы его должны записать. А теперь обратите, пожалуйста, внимание. Вот эта ошибка обычно вызывает просто дикое недоумение. Еще раз смотрим. Отсутствует последний этап. Этап окраски ссылается на несуществующий этап. Что за ерунда? Почему он ссылается на несуществующий этап? Это какой? Покраска. Номер этапа следующий. Следующий этап какой у нас? Не заполняется. Ну-ка. А что теперь будет? Вот. Заполнилось. Итак. Мы с вами сделали все, что необходимо для того, чтобы осуществить выпуск. Или опять не все? Опа. Что не сделали? Трудозатраты. А как же внести трудозатраты? Ну. Какие у нас есть трудозатраты? Ну, например, сборка. Давайте считать в штуках. Группа работ. Наименование. Сборка. Письменного стола. Трудоемкость. Ну, допустим, два человека часа на один стол. Расценки. Создадим. Ну, квалификационный разряд нам тут пока не нужен. Ну, давайте так. 250 рублей. Хорошо. Можем, наверное, приступать. Все нормально. Мы же хотим трудозатраты отразить. Что-то не хватает, наверное. А кто все это будет делать? Вот. Система говорит. Создайте мне бригаду. Это обязательно. В качестве бригады у нас будет сборщики. Мебель. Мебель. Разборщики. Два. Ну, давайте так. Карасильщики. Организация. Мебель. Производство. Подразделение. Производственная служба. Чего у нас не хватает. Стол у нас отсутствует. На первый взгляд, все у нас хватает. И ничего у нас не отсутствует. Но если мы так считаем, то можно с чистой совестью это закончить. На этом спасибо вам огромное за внимание. До свидания. На следующем занятии мы выпустим продукцию. Поговорим о разнице между производственным менеджментом и управленческим учетом. Потому что в процессе автоматизации производства их очень часто путают. До свидания.